Демографическая политика Наша основная задача – преумножение человеческого капитала, сохранение и поддержание здоровья жителей Вологодской области, улучшение демографии. Что хочется сказать по итогам деятельности 2016 года. К сожалению, есть тот факт, что нам не удалось очень резко переломить кривую смертность. Мы практически остались на уровне предыдущего года. Но что хочется отметить, смертность от основных причин – это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, смертность от туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, кривая этой смертности идет вниз. То есть мы достигаем положительных результатов. Пусть не быстро, а поступательно, но тем не менее положительная динамика имеется. Большое внимание министр здравоохранения Российской Федерации уделила развитию первичной медико-санитарной помощи и доступности медицинской помощи для населения. Это в первую очередь улучшение, снижение очередности, упорядочение записи к врачам-узким специалистам и врачам общей практики и участковым терапевтам. Для этого мы реализуем проект «Вежливая регистратура» Вологодской области. Мы находимся в числе 34 регионов, которые участвуют в федеральном проекте развития санитарной авиации. В настоящее время вся нормативная база готова, все документы представлены в Министерстве здравоохранения Российской Федерации и идет работа над получением непосредственно вертолетов. Вертолеты будут новые, в частности для нас это будет вертолет Ми-8 со специальным медицинским модулем, в котором можно перевозить как взрослых пациентов, так и детей. В течение четырех лет у нас идет программа кадров здравоохранения, реализация этой программы идет. На данный момент мы имеем порядка 800 целевиков, это те потенциальные доктора, которые придут в наши лечебные учреждения и будут работать. То есть это студенты вторых, третьих, четвертых и пятых курсов. Скажем так, мы знаем фактически в лицо каждого нашего целевика и ведем его в медицинских вузах, буквально прицельно каждого. Мы рассчитываем, если мы будем работать такими же темпами, то к 2020 году у нас будет нулевой баланс, то есть количество убывших будет равняться количеству прибывшим. И по окончании 2020 года мы рассчитываем на то, что кадровая ситуация у нас будет идти в плюсовом значении. Что касается сельского здравоохранения, в настоящее время мы очень плотно и пристально работаем с профильным комитетом, заказом собрания Вологодской области над программной «Земский фельдшер». Мы совместно вышли с предложением такую программу реализовать. Отмечу, что в 21 регионе Российской Федерации такая программа реализована. Это программа, она аналогична программе «Земский доктор», которая уже с 2012 года на территории Вологодской области реализуется. И 140 врачей приехали работать в сельскую местность. Таким же образом, по аналогии, мы хотим сделать программу «Земский фельдшер» для того, чтобы улучшить укомплектованность сельских ФАПов. Это достаточно серьезная проблема, и у нас порядка 83 ФАПов сейчас находятся без медицинских работников. То есть мы будем прицельно решать проблему именно для сельских ФАПов, оснащения их медицинскими работниками. Ну, пока расчетная сумма порядка 500 тысяч будет, ну, все будет зависеть от того, какое решение примет правительство и законодательство собрания Вологодской области. Но, по крайней мере, вот эта тема, она очень остро обсуждается, я думаю, что она будет решена в этом году.